Продолжение следует... Не может городская власть решить вопрос, поэтому прибегли к таким мерам. Не знаю, что может Вася говорить, а кто говорит? Вася говорит, что не может. Просто Вася хочет быстро все, чтобы сегодня принес и сегодня утилизировали. А все в процессе работы, создается положение, это выделяются деньги, это сессионный вопрос. Это не так, как хочется Вася. Чтобы пришел на аппаратное и утилизировали тут. То, что не делалось два года, невозможно решить, заодно не делалось. То, что не делалось два года, невозможно решить, заодно не делалось. То есть после сессии вопрос будет решен? Нет, сначала положение, потому что не любит вопрос финансирования этих работ. То есть выделить деньги на финансирование, скажем так, не проблема для городского бюджета, выделить 50 тысяч. А вот оплатить с целевым назначением этих денег, вот здесь основная проблема. То есть для этого нужно прописать положение с участием МЧС, разделить обязанности и нашей гражданской обороны, принять это положение на сессии, потом выделить деньги из бюджета, и затем только эта схема будет работать, скажем так. А то, что Василий поднял вопрос на аппаратном и сразу хочет, чтобы его утилизировали, вывезли, при отсутствии даже специализированной организации в городе, и единственная на сегодняшний день ближайшая, которая находится в Днепропетровске. И решить этот вопрос вот сейчас, вот сиюминутно, это, конечно же, невозможно. Как Вы думаете, до Нового года получится или нет? Нет, положение получится написать, что до Нового года получится, а выделить средства только на следующей сессии. А до этого, я думаю, тут нужно подключиться МЧС и государство в том числе. Тут нужно подключиться МЧС и государство в том числе, потому что эта проблема не только города. Это сегодня завозится ртуть, но мы понимаем, что раньше она утилизировалась, раньше были предприятия, и сейчас они остались на подконтрольной территории, которые принимали ртуть, и она везлась в Горловку, в Донецк и так далее. Сейчас все эти остатки каким-то образом всплывают в нашем городе. Понятно, что это системная проблема, да, но решение вот таким способом неприемлемо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!